Сегодня мы будем заниматься путешествием габлогруппы Y-хромосомы в округ Балтийского моря. То есть, грубо говоря, мы попытаемся понять, кто кому и в какой степени среди племенов народов, живущих в округ Балтийского моря, является родственником. Я напоминаю еще раз, речь идет о так называемом габлогруппах. Это существует так называемый габлогрупп, то есть, кто кому является родственником папапе. Как мы знаем, что XY-хромосомы существуют у всех мальчиков, и поэтому XY-хромосомы это то, чего передается всегда от отцов. Аналогично напомню еще раз, что митохондриальная ДНК передается только по материнской линии. Поэтому, когда мы обсуждаем габлогруппы Y-хромосомы, то мы понимаем, что наследственность по отцу – это некий вариант, который сохраняется. Она никакого отношения не имеет к внешности человека, к его способностям. Это очень простой, грубо говоря, маркер. То есть, взял этот маркер и с собой его всегда носишь. И вот поэтому ты можешь понять, какой народ является, кем и так далее. Значит, общая картинка Азии, Евразии, грубо говоря, выглядит вот так. Не в различные опыты. Давайте посмотрим на нее, на эту картинку, вот таким образом. Вот у нас наверху, это угол Испании, достигает максимальной интенсивности. Здесь существует R1B габлогруппа. Здесь, грубо говоря, существует R1A. Я его называю русским или прорусским. То есть, представляете себе, R1B и родственная для нее R1B1, соответственно, еще здесь R1A1. Они максимальную концентрацию достигают у басков, с одной стороны. С другой стороны, их много испанцев, португальцев. Это практически в этом смысле. Она там подходит к 90%. Это ярко выраженные народы. С точки зрения R1A1, то больше всего их, как ни странно, не у русских, а больше всего таких племен, как сорвы, допустим. Это славяне и германии. Очень много их у португальцев. Ой, португальцев. Почему? У поляков. И очень много их, разумеется, у белорусов. То есть, чуть больше, чем у русских. Есть еще один очень экзотический вид, который вообще не принято считать русским. Тем не менее, это вот именно он, а именно это евреи. Вот, например, у так называемых, среди евреев есть ашкенази, у ашкеназов есть коины, а среди коинов есть так называемые левиты. Так вот, у левитов существует сообщение, что вот эта так называемая паруская хромосома, то есть паруская гаплоглопа, достигает 65%. Дальше, вот мы эту картинку представили, да? Прямо ей напротив, здесь у нас так называемая гаплоглопа Ай. Я каждому предлагаю, кто меня сегодня слушает, сделать паузу, зайти в Википедию, найти там гаплоглопы и держать все время перед собой дерево гаплоглоп, которое в Википедии представлю очень неподробно, для нашей функции это совершенно подойдет. Значит, вот эта самая Ай. Нас будет интересовать две близкие гаплоглопы. Одна из них Ай1, а вторая Ай2А. Вот они, две таких главных. Значит, где они находят свои максимальные концентрации? Максимальная концентрация это Балканы. У Балкана, значит, ее концентрация достигает, там, у Герцеговиц тоже выше 90%. Второе ее место, где их больше всего, это с севера Европы. Это Норвегия, Швеция и как Лапландия, вот так скажем. То есть посередине, то есть территории Германии, России, где-либо еще, у них у всех хорошо представлена эта группа Ай, достигая 20% населения. Там 15-20 и так далее. То есть, оказывается, что разница между Восточной и Западной Европой наносит не только географический характер, но она наносит ярко выраженный линтический характер. Именно два ближайших родственника с гоплоглобами Р1А и Р1Б между собой, где-то по территории Германии, делят мир на Восточную и Западную Европу. Что, кстати, очень интересно. Очень интересная такая вещь. Куда дальше эта Р1А уходит? Ее очень много в Средней Азии. В этом смысле таджики наши прямые братья. Ее очень много в Индии. При том, как я уже показывал в своих предыдущих выступлениях, оказывалось на самом деле, что у них существует кастовая система, а касты это разные народы. И чем больше, что ли, русской гоплоглобой их в едиской архии, тем она занимает более высокое место. За исключением Кшатрия, в которой Кшатрия является обладательной достаточно редкой гоплоглобой Р2, близкой к этим двоим. Ну вот они такой изолированный народ. По сути. Вот эта общая картина, на которую я хочу ваше обратить внимание. Здесь еще сбоку, здесь еще сбоку сбоку, будут гоплоглупы типа Н. Что такое гоплоглупы типа Н? Так это крест нарисован по территории Европы? Да, по территории. Вот здесь Балканы, здесь у нас Нарвегия. Здесь Испания, здесь у нас Россия, Беларусь. Это конкретный крест. То есть, вы понимаете, да, здесь посередине, грубо говоря, область смешения их. Я хочу заметить, что несмотря на то, что сербы, хорваты и всевозможные Балканы считаются нам по языкам тоже знаниями очень дальними, тот, кто отходит перед собой дерево Гоплоглуп, поймет, что они от нас состоят очень далеко. Китайцы к нам гораздо ближе, чем сербы. Это поразительно. Хочу сказать, что не наша сегодня цель путешествовать по Балканам. Мы сегодня попытаемся путешествовать роль Балтийского морда. Таков, мол, расклад. Теперь давайте посмотрим и подумаем, кто у нас кто. Вот, поскольку мы как бы русские, говорим на русском языке, нам очень интересно записать генетическую портрет, генетическую карту русского человека. Значит, что я сделаю? Я сделаю несколько, такую табличку, вот такую замечательную. Разобью ее на несколько частей. Вот на такую табличку запишу. В этой табличке наверху будет стоять наш герой сегодняшний. Наши герои первые. Это Ай, Балканно-скандинавская Гоплоглупа. С ее подгруппами Ай-1 и Ай-2А. Так. Вторая группа, это финно-угорская. Н-1С. Их много на самом деле. Я выбираю вот эту. И вот здесь две наших прорусских, я их условно называю. Хотя их можно было назвать прабелорусских, или пропольских, или проливицких. Каких-то таких. Вот они, Р-1А, Р-1А1. Вот. Если кому-то мало видно. Ну вот они вот такие вот эти штучки. Теперь будем говорить о русских. Я герой на мастер и пытаюсь понять, кто они такие. Вот у нас русские. Русские с этой точки зрения. Безусловно, больше всего это в них по-русски гоплоглупа. Они составляют 0,45 частотность и 0,43 частотность. Очень силен, значит, это влияние так называемого балканского фактора. Из североевропейского. Он у русских составляет аж 0,19. Так. Кроме того, значит, у нас очень делится, значит, А1, А1-2. Чтобы было понятно, что такое. А1 максимально нигде в мире не зафиксирован. Его преимущественное характер. Поэтому нет народа, где его много. Но я его называю саамским. Это саамы, не лапари, не лапланцы. Его там 31% достигает. Вот их больше всего. И в России, среди русских, их таких 6%. 0,06. Точно так же у нас здесь есть и 2А, которого вообще нигде в мире народа нет с таким. Но он много где представлен, по большому счёту. Он много где представлен. Я говорю, что эта подгруппа, которая как раз находится на Балканах и на Карпатах. Ну, для русских это 0,10. То есть 10%. И финно-угорский компонент. 0,16. Посмотрим на эту карту. Поймём, кто это такие. Русские, в первую очередь, это русские. То есть они прорусские. Но здесь есть два мощнейших компонента. Два мощнейших компонента. Первый. Это Айк. То есть это Балкана, Сербска, Хаванский, Боснинг-Гривийский. Он же Шлетский и так далее. И компонент. И точно такой же компонент у нас получается второй. Ещё компонент. То есть вот этот компонент. Который тоже делится таким своеобразным образом. С преимущественной долей Балканской. Гаплогруппы Айк против Лапландской. Ну вот русский вот такой своеобразный народ. Где большая часть народа на самом деле носит прорусские гены. Но достаточно сильное взаимодействие со своими соседями. Со Скандинавией и Балканом. Все остальные факторы несущественные. То есть с кем-либо ещё русские практически не смешиваются. А вот эти параметры очень близки. То есть это Балканно-Скандинавская примесь. И примесь чуть более слабая. Афинно-Угорский народов. Так. Посмотрим на наших ближайших соседей. Кто такие белорусы? Белорусы. Белорусы. Так. Белорусы у нас. Значит 0.19 я продолжаю заполнять. Значит здесь как бы 0.03. Здесь 0.16 аж. 0.16. Финно-Угорска компонента 0.8. 0.8. И 0.53. И 0.48. Обратив внимание, я опять расчетую. Лукашенко говорит, что белорусы это русские со знаком качества. Вот если мы посмотрим на эту частотность 0.53 и 0.48. Видно, да, на камере? Куча что-то. Да. На 0.48. То тогда мы поймём, что это правда. Что они где-то на 20% более русские, чем собственно русские. Что поразительно. Где-то на 20% они более русские. Что по ним видно? Что они гораздо более слабо, чем русские, взаимодействовали с финно-Угорскими племенами. Примерно 2 раза ниже частотности. И с другой стороны, они гораздо активнее взаимодействовали с балканской ветвью, балканно-скандинавских гоплогов. А с самыми мелополями, что тоже интересно, они взаимодействовали совсем слабо, в 2 раза слабее, чем русские. То есть, грубо говоря, всё-таки это другой народ. Очень близкий, но другой народ. Который более русский, чем русские, но который как-то очень плохо взаимодействовал с финно-Угорскими племенами. Ну, просто совсем плохо. Кто такие у нас украинцы? Украинцы. Значит, здесь балканно-скандинавская гоплогруппа Аль достигает дикого показателя в 1-4 особи, что называется. Теперь, здесь 0,4, а здесь 0,20. Финно-Угорска 0,07. Здесь 0,39 и 0,37. Значит, чего я здесь хочу сказать? К сожалению, у меня данные отсутствуют. Но у меня есть большое подозрение, что мы в лице украинцев имеем место в рассмотрении с двумя близкородственными народами. Первый народ – это восточные украинцы. Я так полагаю, что у меня этих данных нет, но здесь должно было быть более высокая концентрация вот этой прорусских гоплогруппы, видите, они даже ниже, чем у русских. А с другой стороны, мы имеем западных украинцев, которые взаимодействуют с районом Балканов и Карпат, где доминируют Аль, гоплогруппы, то есть вот эти. И они здесь, по всей видимости, вот это 0,24 – это очень высокий показатель, на самом деле, у народа. Примерно каждый четвертый, ну, имея балканно-скандинавские корни у них, значит. И совсем плохо у них дело состоит с финноукрами. Если бы их удалось по какому-то принципу нормального поделить на две группы, получить и не генетический портрет, я думаю, что удалось бы выяснить, что украинцы ни в коем случае не одна нация, а две как бы, а то и три. Но мы видим, что у них по-русски элемент ослабевает. Тем не менее, действительно братский народ, потому что между 0,45 и 0,39 – ну, тоже разница 20% с другой стороны, да, и здесь тоже компонент тоже получается порядка 20%, да. То есть у них изменчивость в районе 20%. В крайней мере, все, можно их назвать другим народом. Вот после того, как мы это сделали, такой, подобного рода портрет, вот мы его запомнили, это то, что кто мы такие, что политики, кто являются наши соседи. Ну, в первую очередь, поляки. Пишем, поляки. Поляки. Значит, здесь у них 0,18. Мы видим, что по Балкану-Скандинавскому компоненту они даже чуть немножко хуже, чем русские и белорусы выступают. При этом у них Лапланска 0,04, то есть они с Лавсимером его повзаимодействовали тоже очень плохо. Может быть, чуть-чуть лучше, чем белорусы. И с другой стороны у нас здесь есть поляки 0,14. То есть у них компонента вот этого, ну, тоже достаточно высока, но меньше, чем, опять, у белорусов или что-либо еще. Вот это обратите на это интересное внимание, интересно на это посмотреть, да? Вы видите, а сейчас я тогда запишу, вот, и у них взаимодействие с финно-угорскими племенами среди всей этой нашей четверки пока наименьшее, 4% всего. Но зато мы смотрим и видим, что русские габлогруппы у поляков достигают вот здесь даже 0,52. Обратите внимание, что 1 на 1. Вот такая штука получается. То есть, с точки зрения 39, это как бы по большому счету такой же старянский этнос, который более того сохранился достаточно в хорошем состоянии. В хорошем состоянии в том смысле, что он еще хуже, чем русские, белорусы и Украины взаимодействовали со скандинаво-балканским этносом, еще хуже с финно-уграми. По всей видимости, это одно из достаточно старых русских племен. Ну, там, например, у нас же общие слова, как вы знаете, существуют. Ну, например, по-русски красавица, по-польски урода, то есть уродина. То есть это явно выказывает, что племена где-то между собой жили, между собой общались. Что настолько, что близкими словами у них как бы обозначено одно и то же. То есть красавица и уродина, это как бы на разных языках одно и то же. Ну, вот это вот такая. Поэтому отсюда понятно, как поляк из себя создают как этнос, он построен на постоянном противопоставлении и подавлении русскости. То есть на постоянном, для того, чтобы они, по сути, являлись по генетике русскими, для того, чтобы быть самостоятельным народом, они все время должны русским противостоять. И они против русских противостоять. Да? Так, да? Так. Теперь заглянем на другую сторону. Финн. Финны. Финские. Финны. Ну, разумеется, у них достаточно большое взаимодействие с Балканом-Скандинавским. В первую очередь со скандинавским, в смысле, скандинавским. Почему? Потому что вот когда я беру 0,27, то есть это тоже дикая цифра. Вот там у Сава, по которой я скажу, 0,33. То есть они ближайшие друзья северных именно Балкан-Сандинавской гаплогруппами, северя. И очень слабо взаимодействуют. Ну, то есть вообще она отсутствует сколько-то. А и очень сравнивают с Югом. Что тоже естественно. Кроме того, у них высокого значения в 0,61 достигает, собственно, финская гаплогруппа. Ну, кто бы в этом сомневался. Но что поразительно. Они столько лет были с нашими соседями. И столько лет они были активными участниками русской империи. С русскими не скрещутся, очень слабо. 7% это живя рядом. То есть у них фактически, я в предыдущем своем докладе говорил, что мальчики никогда не пытаетесь ухаживать за чеченками. Все равно бесполезно. Поразительно, что ухаживать за финками оказывается еще хуже. Хотя, это может и другое быть объяснение. Быть может, когда они жили в одной империи, те, кто имел русских отцов, они становились русскими, они сохранялись финнами. Это вот такая вот эта вещь. С этой точки зрения, можно перейти 20 километров через океан и посмотреть, что у нас там находится в окрестностях русского порта Таллина. И кто там у нас живет. А живут у нас эстонцы там. Эстонцы. Кто такие эстонцы? Давайте посмотрим. Значит, мы видим резкое падение скандинаво-балканской габлогруппы. Ну, конечно, латландский фактор остается по-прежнему, значит, здесь 0,02. То есть, они уже очень слабо взаимодействуют именно с балканцами, но хорошо взаимодействуют со своими шведами и лапарями. И, значит, и у них резкое идет падение почти в два раза по отношению к финской габлогруппе. Вот здесь 0,33. Значит, соотношение к русских 0,27 и 0,27. 0,27 и 0,27. Что это такое-то означает? Это примерно означает то же самое, что как бы финны, у которых каждый второй отец русский. Видно, да? Тут разное падение в два раза. И падение примерно там в два раза. Если 70-е выше, 50-52. Это в точности. То есть, примерно у каждого нынешнего и нынешний эстонец имеет русского аса. Поэтому, если кто-то спросит меня, какой народ является наиболее близким и родственным для эстонцев, они думают, что финны. На самом деле, конечно, это русские. Как получилось таким образом, что они сохраняются как народ? А объясняется советская национальная политика. Советская национальная политика состояла, что быть представителем национального меньшинства, как правило, было гораздо более выгодно в экономическом всех остальных отношениях, чем представителем титульной нации. И поэтому, как бы, если финны, они там сохранились в чистоте, поскольку они вне взаимодействия находились, по большому счету, за железным занавесом, то эстонцы, несмотря на то, что каждый второй из них имеет русского отца, тем не менее, дети их записывались в эстонцы. И при нормальной национальной политике, когда не возвышаются над смены, а им относятся и на то место, которое они занимают по своей численности, по своему глянию и своему интеллекту по-обычному, они бы уже, конечно, в настоящее время, уже к 90-м годам, просто бы прекратили бы существовать как отдельный этнос и стали бы просто обычными русскими. Ну, они такие же. Я достаточно много людей знаю, у которых, скажем, отец эстонец или что-либо еще. Ну, вот это очень забавно. То есть эстонцы своим существованием обязаны в первую очередь и выиграть то в советской национальной политике. И это было бы все очень красиво и здорово, но существование следующего народа полностью приверегает те слова, которые я только что сказал эстонцев. Латыши! Резкие падение скандинавского фактора, резкое падение по сравнению с эстонцами. 0,04, здесь как бы я что-то не выписал. Но у них финно-угорский компонент выше, чем у эстонцев, что тоже поразительно. И возникает удивительная патология, которая, может быть, ошибка просто есть в данных. Что у них происходит? У них наблюдается резкое расслоение по соотношению R1-A и R1-A1. Почему? Потому что здесь 0,33, а здесь 0,19. Почти в два раза. И где мы такого не видим? Русские 45-43, белорусские 53-48, украинцы 39-37, ну поляки только в обратном смысле 39-52, но все равно у них такая большая разница. Эстонцы 27-27, то есть вот такая. Поэтому я считаю, что Латыши на самом деле это некий реликт, вот мне кажется, из этих данных. То есть это реально какой-то прорусский реликт. Это тогда, когда у нас на этой территории жили племена, в которых частотности R1-A и R1-A1 сильно между собой различаются. То есть Латыши это не продукт позднего взаимодействия по всей видимости между русскими и местным населением. Ни в коем случае. Это как бы вот некоторые, в первую очередь, ну сильный компонент там прорусских племен каких-то, которые имеют собственно генетический спортрет, не только что они прорусские, сильно отличающиеся от всего остального. То есть это мощный реликт. Поэтому это нам позволяет и говорить как об эстонцах, как о афинах, которые ассимилировались русскими, но не доассимилировались. Вот мы о эстонцах так говорили только что. А здесь получается, что как бы в основе латышского этноса лежит некая прорусская племя, которая была генетически настолько одноводна, что сохранила громадное превалирование одной русской гипоглогруппы на другой. 0.33 на 0.19. Вот. Этот факт, либо это ошибка, либо факт требует какого-то специального научного исследования и объяснения. У нас рядом есть литовцы. Ну, литовцев стало понюжнее. Литовцы. Литовцы. 0.11 у нас здесь был, становится. Здесь 0.05, а здесь у нас 0.04. Так. Теперь русский компонент. А, нет. Так, нет. Финно-Угорский 0.4. Он у них самый высокий, как ни странно. Литовцев, финно-Угорский, выше, чем у эстонцев и латышей. И русский 0.41 и 0.34. Это вообще дофига, надо сказать. 0.41, это показывает, что литовцы, так называемые, они ближе нынешней литовцы, по генетическому сапорсовому портрету, в определенном отношении, ближе, чем украинцы. И смотря на то, что у них сильное влияние вот этого компонента, финно-Угорского. То есть, что это показывает? Говорят же очень часто, что Великое княжество литовское это было белорусским княжеством. То есть, это были белорусы. И вот если вы посмотрите про литовцев, то это, по всей видимости, имеют мощные русские корни. Мощные русские. То есть, наверняка, там были какие-то финно-угорские свои племена, но доминируют, по большому счету, русские элементы. Это, в нашу точку зрения, подтверждает, что великий княй и диржество литовское, это, по большому счету, белорусское государство великое. Это государство, как бы, русских со знаком качества, которое, в том числе, захватило и какие-то племена. На Ипазе появились литовцы. И потом, в царское время, решили сделать такой народ, литовцы. И скрыть существование вот этого второго русского великого государства. Так они и так далее. Ну, теперь я подхожу к самому концу. Ну, как бы, и вот теперь у наших, я обещал вам поговорить про самов и лопарей. Их очень мало осталось. Но они самые очень однородные на лодчах звучания. Они имеют 0,31 здесь, 0,32 здесь. То есть, я их так называл, вот, тут А1 самская, потому что нигде, но, видите, здесь 6, 3, 4 десятых, 27 финнов, что естественно, и у самов 32. А другая у них компонента еще очень сильная. Она 0,45, это финакская. То есть, это финны и саамы, это родственные народы, но, собственно, у финнов, у них больше собственно финского элемента и меньше саамского, лопарского, то есть лопланского. А у самов как бы наоборот. Не наоборот, как бы, у них чуть-чуть больше компонента собственно саамского и чуть-чуть меньше финского. Но это вот два близких народа. Теперь у нас оказывается такой интересный народ, как шведы. Шведы. Шведы, обладатели у нас, пока что они у нас оперсмены по Балканской-Скандинавской Габлогруппе. Очень слабая финская часть у них, 008. А с этой стороны, как ни странно, у шведов достаточно много русской и прорусской крови. Что странно. Вот я обращаю ваше внимание на эту удивительную странность. По середине стоят финны, которые были членами русской империи, участниками активными. И у них частотность это 007. А стоят в краю шведы, которые не были участниками империи, участниками социалистического лагеря. У них компонент этот больше. То есть, конечно, они в первую очередь... И финского меньше у шведов? А? Финского меньше. Да, финского у шведов почти нет, 008. Финского у них нет. Ну просто я хочу сказать, что как бы они от России находятся дальше, например. Но при этом крови, грубо говоря, русской в них больше. По всей видимости, взаимодействие шло с севера... Ну вот именно с всевозможными поископодобными племенами. Ну вот это тоже недоумение, которое я хочу обнаруживать. Так. Норвежцы. 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 Оно было 34,05. Ещё меньше финнов у нас. Ещё больше русских. Там кстати, ещё существенным компонентом является Баска. Их там тоже много. Ну просто ты находишься вне наших этих вещей. Опять тогда мы вспоминаем письмо Екатерины. о том, что именно варяги являются народностью русской нации. Как там? Одним из российских времен. Это действительно так. У шведов еще меньше, у норвежцев еще больше русского компонента. Так. Ну, чтобы заканчивать этих про датчан, вот я в конце выпишу, потом и сутру, и напишу немцев. Кто такие датчане у нас? Опять Балканы 0.39 Так. 0.39 А все остальные компоненты очень слабы. Русских, ой, русских вот здесь. 0.14, 0.14 и 0.17. Ну, что у них датчан еще является существенным? Я вот так отдельно сюда напишу. Для них басская, вот та самая R1B, которая существенная, она у них 0.3. Она существенных норвежцев. То есть она стоит уже на втором месте у датчан. То есть это западная Европа гаплогруппа, маркер, западная Европа. Что тоже все естественно. То есть они, конечно, датчане скандинавы. То есть у них доминирует эта Балкана-скандинавская гаплогруппа. Серега русских, русских селят очень, тоже что-то непонятно почему. Ну и, разумеется, вот этот западный европейский достаточно сильный. И вот, чтобы заканчивать, я не все народы постоянно упомяну, но чтобы закончить наше сегодняшнее как бы выступление, посмотрим еще на других, на немцев. По немцам ситуация, она очень печальная. Почему? Потому что я бы очень хотел, если бы удалось пруссов отделить от, собственно, немцев. и посмотреть на их генетическую карту. Вот это не удается. Опять у нас, вот та самая Аль, она 0,25, которые русские обе, Р1А, Р1А1, они составляют достаточно много 0,16 и 0,16. Ну, тоже достаточно много. А западноевропейская 0,4. Вот она, западноевропейская. Я обведу в эту самую ситуацию. Вот в эту самую ситуацию я обведу. Вот она, вот так она все это делала и выглядит. Это их портрет. Я уже многократно говорил, что немцев как народа не существует. Действительно, немцев как народа не существует. Их языкат обостронят своего, если литературный. По всей видимости, это моя гипотеза, что это 0,16, 0,16. У них обуславливается большим компонентом прусским влиянием, которое после Второй мировой войны было отселено на на запад. И там потихоньку расплавилась в общей немецкой массе. Кроме того, надо посмотреть. Я думаю, она высока и в северных частях Германии. Вот. Но уже здесь, в Германии, мы видим, что у них доминирует восточноевропейская, или басская, или испанская, или португальская габлогруппа. Поэтому мы понимаем, что именно по территории Германии происходит и разделение между двумя этими великими габлогруппами. Я хочу обратить внимание, что все мировые войны, вся мировая история создана обладателями только двух габлогрупп. Очень близкородственных. Р1А и Р1Б. Это все остальное. Очень похоже, что обладатели не ают, выступили в качестве терпилы. То ли завоевательные, то ли как-то еще. Но единый область разделен в две части. Пик у них в Скандинавии, пик у них на Балканах. В холодных местах, которые никому не нужны, и в горах, которые тоже никому не нужны. Таков генетический портрет. Таков генетический портрет. Ну вот, если кому-то еще хочется сказать по поводу моей потылки. Неохота никому тут себе с устойчиво сказать, что эти. Единственное, как бы, старое выражение, связанное с тем, что распространение гипологрупп этих, связывающих, естественно, с тем, что представители различных народов, они с друг другом испариваются. Да. То есть простая логика, как бы, логика завоевателей, как бы, да? Да. Именно так. Да. То есть просто живядачие люди рассматриваются как своего рода животные. Да. Ну вот это, как бы, это просто требует своего обоснования. Это нужно, да? Да, люди рассматриваются как животные. Пришли завоеватели, постарались насиловать как можно больше женщин, мужчин всех убили. В результате, что-то еще. Если ты живешь по краям, с одной стороны, у тебя в Карпатах одни хлопцы, а по северу финны ходят, щепчели, то тогда ты начинаешь по краям семей взаимодействовать, возникает, как бы, элэтнос. Элэтнос получается. Вот тут с двумя, вот по полюшкам. Я много чего здесь не понимаю. Я вообще не понимаю, почему две близко родственные гаплогруппы так распространены. С одной стороны, у тебя есть чисто локализованная область западноевропейской гаплогруппы Р1Б, которая почти 100% достигает в Испании, Португалии, вот там. Потом интересно, что в Италии совершенно не так. В Италии она представлена слабо. И в Италии, как ни странно, велико влияние, как локализованная гаплогруппы Е, которая сегодня у меня, которая чисто негритянская. У нас есть такой странный народ, как евреи, где у нас, они в основе свои русские, безусловно, но при этом в них отсутствуют ни балкано-скандинавский компонент, и отсутствует полностью, практически, финно-уговский. Но зато, потому что много сефардов, если в среднем, у них очень сильный негритянский компонент. То есть евреи, и это по сути соотношение, в первую очередь, русского этноса с негритянским. Вот такой странный народ. Ну, понятно, сефардов жили на юге. Негритянский компонент в Греции, в Испании, очень сильный, могу сказать. Они не выглядят никто негром, но там дело доходит до 20%, примерно. Не выглядят, потому что, я говорю фенотипу, гаплогруппы, хомосомы, они ни в коем случае не определяют. Сама теория у гаплогруппы есть какая-нибудь теория, которая объясняет движение, возникновение, миграцию, эволюцию и прочее? Как эволюция? Как глупость другой происходит? Я ничего более-менее... Дело в том, что как они вообще пишут, какова изначальная теория, что все люди произошли из одного источника? Хомосомный Адам. Или хомосомный Адам называется. Да. Если все люди произошли из одного источника, надо объяснить, почему произошло разбежевание людей по отдельным гаплогруппам. На самом деле, для того, чтобы объяснить то состояние современных народов, которые присутствуют, и частоты связанные с гаплогруппами, необходимо сначала продумать теорию того, как развивалось человечество, какова была динамика движения этих гаплогрупп, потому что иначе действительно получается какая-то примитивная теория, когда все объясняется только завоеванием. То есть какие-то сложные биологические вещи, которые связаны с какой-то эволюцией или динамикой, объясняются какими-то внешними фактами. Потому что все завоевания это то, что нам понятно, то, что самое простое приходит в голову. А вот может быть если подойти к этому более продуманно и научно, может быть следователь шел вообще задаться вопросом, как это все развивалось, как возникали вот эти ослоения, как возникало вот это различие, откуда они вообще эти группы берутся, как это все происходит. Потому что ведь это же не только вот с человеком можно расселение человек по земле, можно же исследовать расселение животных и прочее. Да, конечно, нужно. Можно исследовать это. это выводы из того, что ты рассказал про народы, такие прямые, как ты делаешь, такие исторические прямые выводы, делать, как мне кажется, нельзя. Потому что требуется непосредственно теория объяснения того, как возникает группа и как они ведут себя в истории. может есть же какие-нибудь мутации, допустим. которые возникают в частности мутации. Для меня существенно было когда я... А тебе не кажется, что мутация может возникать, допустим, в исторический период? Не, в разломах каких-нибудь. Например, если люди живут в местах радиоактивных, например, горах, где-нибудь, у них будет частотость изменений генетических передаваемых поколений увеличивается. Если люди живут где-то там, допустим, в равнинах территориях там их меньше и отклонений. И поэтому там действительно на русских равнинах сохранились более однородные эти гопологрупы. Люди с более однородными гопологрупами. Так если бы не было наоборот самая гористая территория Иопа это Испания. Тем не менее там в генетическом смысле очень однородное население. Нет, я просто какие-то которые мне приходят в голову факты на самом деле надо просто исследовать каким образом вообще происходят мутации. Как они возникают, как они движутся в истории. Самое главное было бы очень интересно попытаться оценить достоверным образом скорость этих мутаций. Скорость этих мутаций. и бурное общение народов насколько оно сказалось на том, что мы сейчас смеем. Сказалось, конечно. Конечно, сказалось. Это тоже надо понять. Для того, чтобы это понять, надо вообще изучить, что такое мутации. Как они эволюционируют. То есть это еще не распаханное поле. И всякие выводы, приморщение, как ты делаешь, их делать нельзя. На основе простой теории, что народы воевали, друг друга завоевывали и там насиловали. Как не кажется. Ну, наверное. Это требует более глубокого, более продуманного подхода. Ну, возможно. Про революционная генетика, грубо говоря, особенно про именинг. Она недавно возникла, правильно? К истории, да. Она делает свои первые шаги. И в этом очень увлекательное принятие участия к этому сегодня постараться. А то просто у тебя похоже на некую расовую теорию. На полноценных и неполноценных. Да, на расовую. У меня получается чисто расовая теория. Я действительно смотрю, какие народы между собой были главными делителями исторического прогресса. Я вижу, что это Р1А и Р1Б. Я вижу, что эти народы чрезвычайно близки между собой. А, например, те же носители сербов или кого-то на Балканы, грубо говоря, шведы, они отличаются от этих народов больше, чем китайцы, допустим. Далеко от достаточно у них финно-угры отличаются. Тем не менее, вот эта теория получается исключительно вот такой расовый. То есть получается борьба и взаимодействие восточных и западных ивол, которые происходят как раз между ближайшими и своими русскими. Это то, что очень интересно рассмотреть тех же поляков. Но русские русские. Ну, че ж это? Ну, вот они себя позиционируют иначе. Да, и потом еще тут очень важно, я уже в прошлый раз там тоже говорил немножко об этом, понятие народ. Возникло не так давно достаточно. На каком основании мы можем, допустим, объединять определенного населения в то, что называется народ. Допустим, русский народ, фольский. Ты просто спросили, когда мне Байлихов не спросили, кто ты? Я понимаю. Ты сказал, я не знаю. А я марсианин. Знаешь, когда что у нас была перепись, у нас там были вот истолкинды персонажа, кто-то там был этими гномиками, кто-то там был этими хоббитами. Да, в общем, поэтому очень интересно было посмотреть их генетическую карту. Боюсь, что это было достаточно мало для того, чтобы получить это. Но тем не менее, понимаешь, как бы... Сатистически значимые результаты. Понятно, наверное, что из поколения к поколению принадлежность к той или иной народности, народу там передавалось. Но тем не менее, сами понятия народ и народность, они возникли достаточно недавно. Понимаешь? И это, возможно, то, что мы имеем сейчас, эти данные, они просто связаны еще и с политическим делением, членением государства. Была Российская империя, и народу было выгодно каким-то там... Быть русским. Быть русским было. А то, по-моему, в СССР стало быть выгодно какими угодно, только мне русским. Ну, наоборот, допустим. И так же на территории других государств. Возможно, как бы, не все так просто. Понимаешь, что надо принять во внимание также и политические события, и того, как межевались государства, того, как территории делились, не отходили к одним государствам, к другим государствам. И как население мигрировало, да? Вот, допустим, с какого-то момента, допустим, сейчас в Европе как бы открыта граница, и население, в принципе, может просто перемешаться. Может, оно не так быстро случится, но тем не менее. Этот процесс наверняка запущен. Ну, возможно. Причем бы нет. Или, допустим, в нашу сторону сейчас приезжали и южане, да? И тоже, как бы, определенное родное смешивание. Ну, в любом случае, вот то, что, то, о чем ты говоришь, оно требует многих вот таких определений, указаний границ неких, указаний некой эволюции, динамики. То есть, для того, чтобы делать последние выводы, для того, чтобы они не выглядели вот какими-то упрямлениями нарасами, необходимо просто сначала разработать методику и методологию. Да? И подойти к этому вот действительно серьезно. А то получится, на самом деле, что вот из того, что если какие-то цифры делаются до любого идущего вывода, превосходство одной нации на другим. Причем, что непонятно, что как бы, откуда взялась нация, как она объединилась, и почему определенные народы называются этой нации на другие нет. Да? Непонятно. Продолжение следует...